Добрый день. Он добрый у вас? Здравствуйте. Старший сержант полиции Павлеша. Я витаю вас. С чем? С чем вы меня витаете? Вы прошуете правила дорожного движения. Вы меня всем витаете? Да. Не, я вас витаю в нас в области. Да. И что я порушу? Суцильная розмитка. Суцильная слуха. 1-1. Дорожная розмитка. А что самое порушу? Вы выяснили на дорожной разметке. Суцильная слуха обгон. Транспортного засоба. Это запрещено? Да. Запрещено делать обгон на разметке 1-1? Да. Хорошо. Хорошо. А в каких случаях разрешено? Я ничего не верю. В каких случаях разрешено? Хорошо. Транспортный засоб рукается 23 км. Ну, так что же произошло в этом случае? Как что произошло? Ну, я спрашиваю вас, что в этом случае произошло? Ну, вы здесь не на обгон. Да. Но мы рассчитываем, что он не рухался. Хорошо. Давайте тогда будем рассчитывать вместе. Давайте. На основании чего вы так рассчитываете? Потому что мы ехали с швидкостью 40-50 км. Отлично. Это можно увидеть у вас на спидометре. Так точно. Будем идти смотреть. Не, но на спидометре как-то. Ну, как это? Ну, как-то ж надо смотреть. Не, мы точно не побачим. Ни я, ни вы. Почему? Ну, а как тогда? Ну, вот есть моя скорость, есть ваша скорость. Может, вы двигали чуть быстрее, я чуть медленнее. Вы меня догоняли или вы ехали со мной на одной скорости? Не, мы догоняли. Догоняли. Значит, вы ехали быстрее, чем я, правильно? Да. Правильно. Значит, вы ехали 50, я, соответственно, ехал меньше, правильно? И, соответственно, я с меньшей скоростью обгонял машину, правильно? Да. Тогда что же я нарушил? Тогда получается, что вы не порушили. Тогда получается, что вы нарушили. На перекрестке обгоняете через сплошную. У вас ничего не случилось. Может, у вас что-то срочно случилось. На перекрестке у меня ничего не случилось. Но дело в том, что я не обгонял. Дело в том, что я объезжал транспортное средство, которое двигалось меньше 30 км в час. Почему? А потому что так говорят правила, что... А если бы она повернула на две секунды раньше, вы бы были виновником ДТП, понимаете? А если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушина. А мы сейчас за бабушек не разговариваем. Так я вам сейчас тоже не говорю, мы вам сейчас за суть правонарушения. Я что-то нарушил. Будьте любезны, ознакомьте меня с правонарушением, я ознакомлю вас со своими документами. Вы предъявите документы. Я не против. Для того, чтобы предъявить документы, я хочу видеть основания. Пока я вижу только ваши основания. Вы выполняете законные требования. Абсолютно верно. Так вот, я хочу выполнять именно законные требования. Да, я хочу выполнять именно законные требования, а для этого мне надо увидеть. Я говорю, что у меня в машине три человека сидят, три свидетели, которые могут подтвердить, что я, в принципе, на перекрестке никого не обгонял. Да, я объезжал транспортное средство, когда спускался с горы. Да, это было. Разметку пересеклись. Я пересек. Сплошную линию. У вас на регистратор. Посмотрите. А у вас где регистратор? Несите, посмотрим в вашу. У нас в видеозапись ведется с посту. Будьте любезны. Кого? Давайте посмотрим. Не, вам интересно, понимаете? Пройдите и посмотрите. Можно я отстегнусь? Тарабибо, это ваша безопасность. Слушайте, инспектор. Жмем ремень, можете отстегнуться. Так я тогда этот отстегну. А, я сегодня без ремня. Если вы... Инспектор, несите, посмотрим, протокол составим, и я поеду. Кого? У меня есть только один вариант. Да у меня нет, это самое. Я не хочу на вас протокол составлять. А, не хотите? Все. Нет, это же не обязательно протокол составлять. Все. Я спрашиваю, можно вашу эту суть? Смотрите. Смотрите, суть какая. Вы несете здесь, несете здесь службу свою. Следите за надзором дорожного движения. Остановили меня. Хотите инфемировать... Я ничего от вас не хочу. Я хочу, чтобы вы... А, вы уже ничего не хотите? И документы уже не хотите? Документы вы, пожалуйста, предъявляйте. Законность для... Докажите свою законность в управлении данным транспортным крестом. Езжайте с Богом, да. Я вам должен доказать? Конечно. Ну, вы сейчас видите, понимаете, вот... В каких случаях... Можно я открою окно, чтобы я лучше вас видеть? В каких случаях доказывается законность? В случаях... У нас есть 12 причин остановок, правильно? Для того, чтобы вам посмотреть... Нарушение правил дорожного движения. Я нарушил. Одна из причин для остановки. Да, вы нарушили. Да, пока я только вижу ваши нарушения. Понимаете? Нарушение это уже будет устанавливать в суде. Вы докажете свою невиновность, правильно или нет? Я должен доказать свою невиновность? Да. А как же презентация невиновности? Не понял. Этого никто не понимает. Я говорю, как же презентация невиновности? У нас, в нашей стране, любой человек изначально он невиновный. И для того, чтобы его обвинить, вы, инспектор ГАИ, должны доказать его виновность. А не я в суде должен свою невиновность доказывать. Это бред. Вы такой, понимаете, вот вы такой правильный сейчас человек. Пытаетесь показать себя правильным законом. Вы за 200 метров от поста ГАИ пересекаете страшную линию. Я это отрицал? Я это отрицал? Нет, так а зачем это делать? Так я вам объяснил. Так зачем вы провоцируете? Дайте правила дорожного движения. Подождите секундочку. А у меня есть свои. Зачем вы провоцируете? Подождите. То есть, инспектор, вы хотите сказать? Я ничего не хочу вам сказать. Да нет, вы хотите сказать. Я вас хочу спросить, я понимаю. Хотите ответ услышать? Хотите ответ услышать? Если вы считаете провокацией соблюдения правил дорожного движения, тогда да, я провоцирую. Как не соблюдение? А я вам объяснил какое. Пересечение сплошное нарушение. Я пересек. Во всех случаях это нарушение? В смысле? Во всех случаях. Нет, не во всех. Я вам сказал, почему я пересек. Вы пересекаете сплошную, которая разделяет направление движения. Абсолютно верно. Я пересек сплошную. Почему? Вы уже сами себе противоречите. Инспектор, вы хотите услышать ответы, либо вам без разницы? Я уже слышал ваши ответы, но только что-то ничего такого. Я пока от вас такого не слышу. Дай правило мне. Ты может, ты хватит жрать? Дай правило. У меня в этом. Я вам просил пять раз. Я вам объясняю, что я пересек сплошную линию, потому что впереди меня было транспортное средство, которое двигалось меньше 30 км в час. А сариканда зовут, если я не ошибаюсь? Вы не ошибаетесь. Вам без документов даже? У меня в спинке. Мы сейчас с вами почитаем правило и узнаем. Да не надо ей в Китае даже занять. Очень плохо, чтобы вы или занятия прогуливаете, либо вы на них спите одно из двух. Ну как так? Вы сказали, что нельзя пересекать сплошную линию. Согласно ПДД. Здесь нельзя, да. Здесь нельзя. А что значит здесь нельзя? Здесь какая-то особая сплошная линия? Она особой жирности. В правилах четко написано. Сплошную линию можно пересекать. В случае, если впереди двигается транспортное средство меньше 30 км в час. Найдете правило? Повещите. Я говорю о не пересечении, я говорю об объезде транспортного средства. Я его объезжал. Что значит, ты можешь найти? Нету правил. Ну у меня в этом. Ну что, ну три раза посмотрел? Там нету. Открой на планшете. Лежайте, дома там посмотрите, откроете правила, найдете и почитайте. Примите заявление от меня, инспектор. Инспектор.